Владимир Путин выступил сегодня на коллегии Минобороны. Сказал много интересного. А перед этим посетил выставку оружия, захваченного у боевиков в Сирии. Выставка слишком интеллигентная для этого названия. Больше это похоже на парад победы в миниатюре нашей победы в Сирии. Верховный главнокомандующий осматривает оружие поверженного врага. И пусть в этой войне окончательной победы не бывает, но даже промежуточная важна. Подробно о том, что происходило сегодня в Национальном центре обороны, в репортаже Павла Краснова. Товарищ Верховный главнокомандующий, руководящий состав вооруженных сил и органов государственной власти, к расширенному заседанию коллегии готовы. Начальник генерального штаба, генерал армии Герасимов. Добрый день. Добрый день. Товарищи офицеры. Товарищи офицеры. Ежегодная коллегия Минобороны – это всегда серьезный разговор о том, что сегодня представляет собой наша армия, и как сделать ее еще сильнее президент беседует с теми, чья работа – защищать страну от угрозы извне. Укрепление обороноспособности, безопасности России, надежная защита от внешних угроз были и остаются нашими важнейшими, ключевыми задачами. Подчеркну, их исключительную жизненную важность хорошо понимают и политические, и государственные руководители, общество, все граждане нашей страны. Надежная защита важна для страны в любую эпоху, но сейчас наступило особое время. Военные базы НАТО приближаются к нашим границам. Вашингтон увеличивает военные расходы, которые и так уже сопоставимы с оборонным бюджетом всех остальных стран вместе взятых. И самое главное – рушатся договоренности, которые сдерживали гонку вооружений последние 30 лет. Речь идет о выходе США из договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Такой шаг будет иметь самые негативные последствия. Заметно ослабит региональную и глобальную безопасность. Фактически в перспективе речь может идти о деградации и даже обрушении всей архитектуры контроля над вооружениями и нераспространения оружия массового уничтожения. В качестве предлога для одностороннего выхода из договора Соединенные Штаты используют уже привычный и, можно сказать, тривиальный способ – бездоказательное обвинение России о нарушении своих обязательств по договору, которые сами уже и нарушили. Причем нарушили давно. Подчеркну, какими бы ни были претензии к договору, в современных условиях он выполняет роль стабилизирующего фактора, работает на поддержание определенного уровня предсказуемости и сдержанности в военной сфере. Россия, как и прежде, открыта для любых предложений и инициатив, которые ведут к укреплению всеобщей безопасности, в том числе по предотвращению новой гонки вооружений. Это уверено в интересах не только России, но и Соединенных Штатов, и всего мира. Стандартные для Вашингтона обвинения в адрес России в случае с договором об ограничении дальности ракет выглядят особенно нелепо. Это не секрет, что пусковые комплексы ПРО, установленные американцами в Восточной Европе, способны запускать и обычные ударные ракеты. Возможно, в США они хотят упускать преимущество, полученное еще 30 лет назад после ликвидации наземных ракет. Ведь тогда у СССР, в отличие от Америки, других ракет не было. Зачем руководство Советского Союза пошло на это одностороннее разоружение, одному Богу известно. Но это было сделано. А наши партнеры продолжали развивать такие системы вооружения морского и воздушного базирования. Что же так забеспокоило наших партнеров? Видимо, то, что у нас появились эти компоненты. Ракеты средней и меньшей дальности воздушного базирования и морские. Речь идет о ракетах «Калибр», которые успешно применялись нашими военными в Сирии, и ракетах воздушного базирования «Ха-101». Ими вооружены наши стратегические ракетоносцы. Да, меняется ситуация. Она поменялась. Но не за счет того, что мы нарушили договор. Мы ничего не нарушаем. Да, она меняется и в том смысле, что другие страны развивают такие виды вооружения. Их много таких стран на самом деле. Ну, попробовали бы начать переговоры с этими странами. Нет, просто, видимо, это сдерживает определенные устремления, причем вряд ли это устремление миролюбивого характера. Это наращивание вооружений. Это еще один толчок к гонке вооружений. Ну, посмотрим, как это будет происходить. По большому счету, у нас и так все есть. Но если произойдет то, о чем нас пытаются пугать, ну что ж, нам придется ответить соответствующим образом. И, как вы понимаете, если у нас воздушного и морского базирования такие системы есть, ну, наверное, большого труда не составит провести соответствующие неокры и поставить их на землю, если потребуется. Пока же Россия оснащает армию и флот теми видами оружия, что отвечают всем международным договорам. Гособоронзаказ в уходящем году выполнен на отлично. Доля современной техники в войсках уже больше 60%. К тому же на вооружение начинает поступать техника, не имеющая аналогов. Гиперзвуковые ракеты «Кинжал» и боевые лазеры «Пересвет» уже стоят на дежурстве. А в следующем году начнется серийное производство комплексов «Авангард», способных развивать скорость в 10 раз выше скорости звука. Это оружие кратно, именно кратно увеличивает потенциал армии и флота. Тем самым надежно и, безусловно, обеспечивает безопасность России на ближайшие десятилетия. Укрепляет баланс сил, а значит и стабильность в мире. Наши новые системы, надеюсь, заставят задуматься тех, кто привык к милитаристской и агрессивной риторике. Кто именно привык разговаривать с другими странами с позиции силы, ясно без слов. Только в этом году Соединенные Штаты потратили больше 6 миллиардов долларов на развертывание дополнительных сил в Европе. На военных учениях страны НАТО выбирают противника, в котором безошибочно угадывается Россия. Мы внимательно отслеживаем обстановку. Ни одно мероприятие военной деятельности иностранных государств не осталось без внимания. Все результаты каждого из них проанализированы и учтены в боевой учебе войск. Современная, мобильная, компактная и боеспособная российская армия, без увеличения численности и наращивания военного бюджета, готова противодействовать существующим и перспективным угрозам. В Сирии американцы и их союзники уже почти перестали скрывать, что оказывают помощь боевикам. Выставка трофейного оружия и техники, которую для президента организовали в Министерстве обороны, показывает уровень технической оснащенности тех, кого и Запад на словах признает террористами. Тоннельная машина применялась боевиками для устройства подземных тоннелей с целью подрыва объектов правительственных войск, оборудования тюрем, складов подземных, а также перемещения подразделений, в том числе и на технике, захвачена в районе Восточная Гута. Выставка похожа на витрину военно-промышленного комплекса НАТО. Стрелковое оружие, минометы и даже сухпайки боевиков произведены на Западе и вряд ли попали к боевикам просто так. Очевидно, что без посторонней помощи боевики не смогли бы освоить и производство вот такой техники. Это самодельные установки залпового огня, да и неказистые с виду беспилотники. На самом деле тоже продвинутое и грозное оружие. Именно такие пытались атаковать российскую авиабазу «Хмими». А это и вовсе образец высоких технологий на службе у боевиков, найденные нашими военными и вывезенная из Сирии профессиональная химлаборатория по производству отравляющего газа и прит в промышленных масштабах. Сейчас численность российских военных в Сирии уменьшилась. Под контроль правительству перешли 96% территории страны. Но президент обещал, что помогать сирийцам наша армия будет и дальше. Что касается ключевых задач, на следующий год верховный главнокомандующий выделил несколько. Укрепление стратегических ядерных сил, повышение качества боевой учебы и развитие современных военных технологий. Не менее важные решения социальных вопросов для военнослужащих. «В этом году исполнено обязательство по обеспечению жильем в отношении почти 100 тысяч военнослужащих Минобороны, 97, 98 и 70. А всего за последние 6 лет жилье получили больше полумиллиона 560 тысяч военнослужащих. Будем активно продолжать эту работу и в 2019 году. Напомню также, что в октябре будущего года денежное удовольствие военнослужащих будет проиндексировано на 4,3%. На 6,3% вырастут военные пенсии. Важно и впредь уделять этим вопросам постоянное внимание. Потому что только так, вникая в насущные проблемы военнослужащих и решая эти проблемы, мы будем укреплять социальный статус защитников Родины. Поднимем в обществе престиж военной службы». На этой же встрече президент вручил награды военным соединениям. Причем ордена и ленты к знаменам он прикрепил лично. А после главнокомандующий побеседовал с офицерами, которые возглавляют военные округа. И, возможно, за этим столом еще раз прозвучал вывод, сделанный министром обороны. В уходящем году боевые возможности российской армии серьезно возросли.